Тагуардиан, Великобритания, бывшую полицейскую Эмбергайгер признали виновной, а брат убитого призывал к исцелению. Том Дарт, Тагуардиан, Великобритания. 6 октября 2019 года суд присяжных приговорил Эмбергайгер, Амбергуигер, к десятому годам тюремного заключения за убийство чернокожего Батэма Джина, узнав о расистских смсках бывшей полицейской из Далласа. Обвинители символически запросили минимальный срок в 28 лет. Джин погиб, когда ему было 26. В прошлое воскресенье ему исполнилось бы 28. Кульминация заседания случилась за несколько минут до объявления приговора, когда брат погибшего Бранд заявил, что прощает Гайгер. Я люблю тебя, как и всех людей вообще, и не буду желать тебе мучительной смерти, какой умер мой брат. Я желаю тебе лишь добра, заявил он. Я не собирался этого говорить, ни в кругу семьи, ни на людях, но я против того, чтобы тебя сажали в тюрьму. Я желаю тебе лучшего, потому что я знаю, что именно этого хотел бы Батэм. Так будет лучше, приди к Христу, заявил он. Спросив разрешение у судей Тэмми Кемп. Тэмми Кемп, Бранд Джин прошествовал через весь зал заседания и обнял Гайгер. Поговорив с родственниками погибшего, ее обняла и судья. Кемп подошла к Гайгер, открыла Библию на Евангелие от Иоанна 3.16 и сказала, начните с этого. После этого они обнялись. Собака Бриан Чуртиз, собака Бриан Чуртиз НПЧ-5, 2 октября 2019 года Бриякинг, Юра Эфинс, решетка Амбергу и Гергуилтов Мурдерпич. Твиттер.чон-агритриднупсмл, решетка ВВТМ-13, собака ВВТМ-13. 1 октября 2019 года на пресс-конференции Джон Крюза, Иоан Чириузот, окружной прокурор округа Даллас, назвал объятие удивительным актом исцеления. О приговоре Иоан сказал так. Лично я ждал большего, но решение присяжных я уважаю. Они поступили, как им подсказала совесть. Во вторник Гайгер признали виновной в убийстве бухгалтера, которого она застрелила вечером 6 сентября 2018 года. В этот момент он сидел на диване, смотрел телевизор и ел ванильное мороженое. Адвокаты семьи Джина назвали единогласный приговор вехой в общенациональной борьбе с полицейским произволом против безоружных чернокожих людей. Затем суд перешел к оглашению приговора. Обвинители продемонстрировали присяжным насмешливые смс Ки Гайгера и ее работе на параде в честь дня Мартина Лютера Кинга. Мартин Лутер Кинг. Чернокожий проповедник и борец за права чернокожих периода расовой сегрегации. Примечание Перев, в 2018 году. В ответ на сообщение когда это уже закончится, лол, она написала, когда МНЛК врежет дуба. Хотя, стоп, он же уже. Парад она назвала скучным и пожелала разогнать толпу перцовым баллончиком. Мартин Ривера, Мартин Ривера, ее бывший напарник и бывший любовник, написал ей в марте 2018 года, «Блин, я был в этом районе с пятью разными копами, и все черное». «Я, конечно, не расист, но, блин». Гайгер ответила, «Никакого расизма, они по-другому работают, и это заметно». В другой переписке за два дня до стрельбы один приятель заподозрил в расизме служебную собаку. Гайгер ответила, «Ничего страшного, все мы такие. Ненавижу всех, кроме тебя». Суду присяжных из 12 человек показали мемы и цитаты, которые она сохранила в социальных сетях. Например, «Я ношу все черное, это намек, не лезь ко мне, я уже оделась на твои похороны» или картинку с миньоном из мультфильма «Гадкий я» с подписью «Люди так неблагодарны». «У меня хватило терпения никого не убить, а мне и спасибо не сказали». Присяжные совещались около часа. В отличие от обвинительного приговора во вторник, после которого по толпе прокатились возглас радости, активисты, собравшиеся у входа в зало суда, пришли в ярость. По их мнению, наказание оказалось чересчур снисходительным. 31-летняя Гайгер грозила до 99 лет тюрьмы. С ее слов, она сильно устала после долгого рабочего дня и ошиблась дверью в многоэтажке в центре Доллас. Попав в квартиру этажом выше, Джин она застрелила, приняв его за злоумышленника. Расистский подтекст Гайгер отрицает. Она признала, что была не на службе, но при форме и дважды выстрелила из стабильного оружия. Один из два стрелов попал Джину в грудь. Гайгер настаивает, что это была самооборона, ведь она приняла его за грабителя и решила, что ее жизнь в опасности. Я бы никогда не лишила жизни невинного человека. И мне очень жаль. Никакой ненависти здесь нет. Той ночью я здорово испугалась, заявила она на прошлой неделе. Из полицейского управления Долласа ее уволили. В среду друзья и члены семьи Гайгер показали, что она добрый человек, очень переживает и глубоко раскаивается. Ее адвокаты утверждают, что смс-ки и текстовые сообщения с ее нравом не вяжутся. Мать Джина заявила, что ей невероятно тяжело. Я не могу спать, не хочу есть, сказала Элисон Джин, Алисон и Ян. На ней было красное платье, любимого цвета ее сына. Повторяя подозрения критиков в укрывательстве со стороны полиции, Элисон обвинила правоохранительные органы в коррупции. Эти 10 лет тюрьмы даны ей для размышления и исправления, но городу Долласу сделать предстоит еще немало, сказала она журналистам. Элисон Джин также раскритиковала программу обучения полицейских. Если бы Эмберг и Гайгер не научили стрелять прямиком в сердце, мой сын был бы сегодня с нами. Он ей не угрожал, а мирно сидела у себя дома, сказала она. Это его личное пространство нарушили. И она не просто вторглась, этого ей было мало, она убила его. Начальник полиции Долласа Рене Холл, Рене Алл, сказала, этот процесс пролил свет на тревожные события. Признаю, многое придется изменить. Подруга погибшего Алексис Стасель, Алексис Стасель, сказала, что Джин присылал ей баскетбольные новости и что он был прирожденным лидером и еще студентом Хардинского университета, христианского учебного заведения в Арканзасе, вел богослужение. Позднее он получил работу в аудиторской компании Причеватора Усича Перс в Долласе. Люди к нему сами тянулись. Банальным присутствием он приносил всем радость, сказала Стасель. Вспоминая, как она опустилась на пол с криками этого не может быть, когда ей позвонили сообщить о его гибели, она разрыдалась. Я никогда раньше не теряла близких людей, это непередаваемая боль, сказала она. Не в силах поверить, она тщетно звонила ему семь раз. Отец погибшего Бертром Джин, Бертрум Ян, рассказал, что был очень близок с сыном. Они общались через WhatsApp, когда тот переехал из родной Сент-Люси в США. Батем звонил отцу каждое воскресенье после мессы. Сейчас воскресенье стало для меня черным днем, я больше не слышу его голос, сказал отец. Утирая слезы, он добавил, я его больше никогда не увижу и не могу без него. Сын он назвал милым мальчиком, он изо всех сил старался жить праведной, честной жизнью. Он любил Бога, он любил всех. Как такое могло случиться? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.